Дети это тому, чему я уделял, может быть, не до конца много времени. Надеюсь, что, тем не менее, они вырастут нормальными, порядочными, сильными и успешными людьми. Очень надеюсь на это. В 90-е их родители, рискуя жизнью, заработали огромные капиталы и попали в список Forbes. С детства им было доступно все. Лучшие школы и университеты мира, роскошные яхты и комфортабельные бизнес-джеты, отдых в шикарных отелях и дорогие вещи. Кем они стали? Прожигателями жизни, которые легко тратят заработанные родителями деньги, достойными преемниками или просто самодостаточными людьми. Привеееет! Здарова! Заждался он? Да, заходите. Это твой дом? Да, добро пожаловать. Сколько ты здесь живешь? Я тут живу с самого рождения, уже 18 лет. Вы голодные? Пойдемте поедим. Ну, завтракаю я достаточно просто, в основном это какая-нибудь простая яичница. Отец рассказывал, что он готовил эту яичницу своим однокурсникам в университете. А я, собственно, уже своим друзьям. Приятного аппетита! Отец Саши окончил Миссис. Именно там он познакомился со своими будущими бизнес-партнерами. Теперь он очень известный бизнесмен, миллиардер. Номер 7 в российском списке Forbes. Его состояние мы оцениваем в 15 миллиардов долларов. Это Михаил Маратович Фридман. Ему и его партнерам принадлежат Альфа-банк и Альфа-страхование, продуктовые магазины Перекресток и Пятерочка, оператор сотовой связи Билайн. У Михаила Фридмана несколько детей, но Саша единственный сын. И мы находимся в доме, где прошло его детство. У тебя папа коллекционер. Это какие-то дорогостоящие арт-объекты висят около этой лестницы? Нет, это вот мои рисунки. Я нарисовал, когда был маленький. Меня родители отдали на класс рисования. И вот, собственно, плоды этих классов. Один раз, я не помню, что-то у папы выпрашивал. Папа сказал, купи сам. Он сказал, вот, попробуй попродавать, ты же рисуешь. Я, значит, сделал такую табличку, повесил ее рядом с домом. Первые несколько картин у меня купил водитель, которого заслал папа. Но я тогда этого не знал. Но я был такой очень маленький, гордый, что воду у меня покупают картины. Тут я в детстве играл на рояле, там, смотрел телевизор. В последний раз я играл на инструменте. Это было, наверное, лет пять назад. У тебя отец прекрасно играет. Да, папа действительно хорошо играет. Ну вот, у меня как-то не сложилось мое отношение с музыкой. Скорее всего, из-за музыкальной школы. Меня как-то оно отбило все желание играть. Ну попробуй что-нибудь, коротко. Давай. Ну да, как-то так. Саша, первый вопрос, который волнует всех. Ты мажор? Ну, я лично так не считаю. Ты золотая молодежь, ты себя к ней относишь? Ну, я думаю, что глупо будет спорить и говорить, что я к ней не отношусь, если я ношу такую фамилию. Но я себя к ней не причисляю. Для меня золотая молодежь, на самом деле, большая часть общества, которое меня окружает, к сожалению или к счастью, это в основном такие дети состоятельных родителей, которым многое позволено и многое дается. Ну, вот с точки зрения каких-то материалистичных благ, вот, то есть будь то кэш или там часы, не знаю, машины. Тебе этого не дается совсем? Ну нет, у меня нету ни дорогих часов, ни машины. Ты до сих пор спишь в этой кровати? Да, до сих пор, помещаюсь. Ну-ка, покажи. Ты уверен, что это нужно? Я думаю, все хотят это увидеть. Раз так. Вот, ну как? Отлично. И ты тут один спишь, да? Да, конечно. Почему, конечно? А с кем? Родители считают, что как бы это входит в их обязанности дать мне наилучшее образование, которое они могут себе позволить. Вообще у моего отца и у мамы у них было такое правило, как бы, внегласное, скорее, пока я живу дома, не давать мне никаких денег. Я даже какое-то время ходил в школу там с своей едой, там, с термосом, с супом. А тебе это раздражало, то, что вокруг тебя, вот в этой школе, вообще с детства вокруг тебя окружение, там, другие дети, они всегда, у них были деньги, как я понимаю, они... Слушай, ну ты знаешь, ну тут, как бы, мне кажется, есть всегда два варианта, да? Либо это тебя раздражает, да, и тебя это как-то напрягает, либо ты просто спокойно живешь сознанием тем, что ты, как бы, немного в меньшинстве, да? То есть у тебя немного такой маргинальный имидж получается. Вот у меня, скорее, был второй вариант, и я к этому совершенно нормально относился. То есть я именно поэтому себя и к золотой молодежи не причисляю, потому что меня с раннего возраста как бы вот сделали немного таким маргинальным, да? То есть если все в школу ездили на дорогих машинах и с охранной, то вот я тут, ну, живу недалеко, я ходил пешком, и, ну, как бы, да, для всех это немного казалось такой, знаешь, типа белой вороной. Это вот фотография маленького меня, который, видимо, не знал, что его еще фотографируют, вот, меня испугали. А это вот с папой, мне тут, ну, по-моему, года четыре. Это вот как раз этот вот дом, где мы с вами сейчас. Ну, вот это вот летом у нас такой небольшой садик. Мы устраиваем шашлыки, обычно тут. Вот. А это фотография с товарищем. Я, правда, точно не помню, где это было, это либо... А, да, это, скорее всего, в Японии было. А это рамка Билайна, да? Да, конечно. Вот, ты поддерживаешь во всем. Да, да, конечно, а как же? Ну, я просто всегда пытался сделать так, чтобы мои дети понимали, что деньги даются нелегко. И даются за то, что они что-то сделали. А не вот, так сказать, просто потому, что есть такая возможность им дать деньги. Вот. На каких-то маленьких примерах, на каких-то таких вот ситуациях я пытался все время, как бы, вот это, такую мысль в сознание внедрить. Я к нему приходил, вот, в один момент мне очень хотелось получить какие-то от него, там, небольшие деньги. Ну, то есть я там не говорю про, там, тысячи долларов, но что-то я у него хотел, там, типа, 5 тысяч или 10 тысяч рублей. Вот. Вот, потому что я хотел девушку в ресторан сводить. Но, кстати, вот причину я ему не говорил. Вот. Я просто у него просил денег. Вот. И он мне, значит, предложил два варианта, собственно. Один был это выучить стих, получить 100 рублей. Или помыть машину, 150 рублей. Девушку, которую я хотел сводить, она вообще была из такой состоятельной семьи. Ей нравилось, там, сходить в какое-то такое более дорогостоящее место. То есть это мне либо нужно было помыть парковку Альфа-банка, да, либо, я не знаю, выучить какой-то двухтомник. Ну, я как-то сел. Я помню, я тогда на него немного обиделся. Думаю, блин, вот как так? И я помню, я сел, начал думать вообще, что я умею делать. Мне тогда было лет 12 или 13. И я понял, что, ну, я на работу ни на какую не устроюсь. Кто меня возьмет? Вот. А даже если пойду устраиваться, то куда? Я, как бы, вспомнил, что единственное, что я умею делать, это продавать. Это ты когда понял, что единственное, что ты умеешь делать, это продавать? 12 лет? Вообще, один из таких моих первых бизнесов, это я просто перепродавал еду. Старшеклассников выпускали позже, чем младшеклассников. Когда они приходили уже на обеденный перерыв, там уже была такая длинная-длинная очередь. И они, ну, как бы, долго в ней стояли. Это всех раздражало безумно. Я где-то за пять минут до конца урока просил аккуратно слиться в туалет. Покупал там всякие чипсы, шоколадки, всякие сэндвичи. И когда уже, значит, формировалась эта очередь, такая длинная, я просто подходил к старшеклассникам вот так вот со всем своим товаром и, значит, предлагал его в два раза дороже. Сколько тогда у тебя получилось заработать? На что тебе хватало? Я не знаю, ну, может, там, пятьсот рублей, ну, вот так вот. Ну, обед стоил порядка, там, двухста рублей, наверное. Ну, то есть я его, естественно, там, в два конца продавал нескольким людям. Ну, сколько, ну, вот так, пятьсот, шестьсот рублей, наверное, зарабатывал. Хех, какие. Вернемся к той истории. Ты понял то, что единственное, что умеешь делать, это продавать? Да, да, я просто, ну, как бы, начал думать вообще о том, что я умею делать. И понял, что вот, да, я вот умею продавать. В следующем стоял вопрос, как бы, продавать что? У меня по соседству жил товарищ мой, вот, ну, он был у меня старше, там, на несколько лет. И он мне, значит, один раз сказал, что вот он, типа, хочет выпить, но вот там не может купить, потому что в магазине ему не продадут, так как он несовершеннолетний. И в этот момент я, значит, понял, что у нас в школе отсутствует такой рынок. Как в любой нормальной школе он отсутствует такой рынок продажи алкоголя. Естественно, да. Вот, и я просто понял, что наверняка он, знаешь, не один подросток, который захотел бухнуть. Я договорился, значит, с водителем своей мамы. Я к нему пришел, говорю, слушай, вот смотри, такая ситуация, вот я там хочу, там, пару товарищам помочь, там, типа, купить алкоголь. Вот, купи мне, пожалуйста. Ну, и дал ему список, дал ему деньги. Вот, он поехал, значит, купил, купил алкоголь, принес мне в сумке-то, и я, значит, весело помаршировал с этой сумкой к себе в школу. Я приходил с сумкой, у нас в школе был бассейн, там, соответственно, была раздевалка. А в раздевалке стояли такие, ну, шкафы, вот, с замками, с круглыми, с кодом. Я приходил в раздевалку, расфасовывал алкоголь по ячейкам, вот. Далее закрывал, естественно, все на замок, записывал коды, и потом уже старшеклассникам продавал непосредственно код. Расскажи, сколько ты этим занимался, сколько получилось заработать? Занимался я этим где-то полгода, наверное, может, чуть больше. Но это было, я помню, что это были такие хорошие суммы, потому что там училилось много таких состоятельных, на самом деле, детей, вот, и которым, там, утром наставляли такую толстую котлетку на завтрак. Кэша. Да, кэша. А это вот, кстати, копилка. Я реально не знаю, что там. Прикинь, там сейчас бабки хивить. Оба! Нифига себе. Так, 100 рублей. Сейчас подождем, что-то еще есть. 110 рублей! Офигеть, сколько там монет. 268,5 рублей. В копилке у Фридмана-младшего найдено 200... 268,5 рублей. Не так много, как мы хотели. Я вот как раз учился с такой золотой молодежью, которые не считали деньги и совершенно не ходили в магазины, не знали, что сколько стоит. И поэтому продавать с наценкой 300-400% алкоголь было совершенно реально, потому что для них там что, я не знаю, 4 тысячи рублей, что там 6,5 тысяч рублей, это все равно ничего не меняет, понимаешь? То есть они же зарабатывали эти деньги. То есть для них это, ну как бы вот... Ну да, на пару бумажек меньше будет. И что в итоге? Сводил девушку ту в ресторан? Да, сводил, сводил. Ну, слушай, мораль, как бы история, все было зря, кроме бизнеса. Ты на них покупал же что-то, кроме того ужина с этой девушкой? Нет, нет. Я вообще ничего не покупал по нескольким причинам. Во-первых, мне не так, чтобы уж сильно чего-то хотелось. То есть я, в принципе, жил в достатке. У меня было где поспать, где поесть. И не знаю, мне не особо что-то нужно было. А, нет, ты знаешь, что я купил? Я купил пару игрушек для PlayStation 3. Вот это я купил, да. Ну а помимо этого я вообще ничего не покупал. Потому что мне так особо ничего не надо было. А вторая причина, это то, что родители не знали. И если бы я что-то себе купил, сразу бы возник вопрос, откуда у тебя деньги. А что, а как я им объясню, что вот мама, папа, я в школе продаю алкоголь. Вот как я им это скажу. И до каких пор у тебя хранились эти спрятанные стопки денег? Где ты их прятал? Слушай, прятал я их вообще, вот это смешная история. Я у нас в подсобке нашел такие, знаешь, вот такие ящики от вина. Картонные такие? Нет, не картонные, деревянные. А, деревянные. Да, деревянные ящики от вина. А у нас тут вот поле, ну, вот за домом. Ты закопал деньги? Да, я, короче, под елкой, значит, выкупал небольшую яму. Ящик прикрыл материей и там все складывал. Как ты в это время в школе успевал? Ты на пятерке учился, на четверке, троечником был? На пятерке. Вообще, да, у меня отец очень к этому относился так серьезно. То есть отцу очень важно, чтобы я хорошо учился. Двойку получал когда-нибудь? Конечно. Что было? Ничего. Папа меня лохом обозвал. Лохом? Да. То есть в угол не поставил, телефон не забрал? Не, ну у меня бывали, забирали телефоны. Я, правда, выкрутился, у меня один раз забрали телефон родителя. Вот, а я уже тогда продавал алкоголь, я себе просто новый купил. Такой высокодоходный бизнес. Почему ты перестал им заниматься? Слушай, ну, это был последний год моей учебы. Я после, ну, в Москве. Я после этого просто в Лондон уехал. В Лондон я уже не стал такого делать. Это школа Seven Oaks в графстве Кент. Лондон в получасть езды на поезде. Seven Oaks – одна из старейших школ в Англии. Основана в 15 веке. Ее всегда можно увидеть в рейтингах лучших английских школ и самых дорогих английских школ. Год обучения с полным пансионом здесь стоит 42 тысячи фунтов стерлингов. И принимают далеко не всех. Конкурс очень высокий, вступительные экзамены сложные. Кроме английского нужно сдать также тест по математике. Был интересный момент. Это было последнее занятие перед экзаменом в Seven Oaks. Я дал самую последнюю бумагу предыдущего года. И Саша написал плохо, порядка 60 с чем-то процентов, что никак меня не устраивало, как последняя бумага перед экзаменом. Мне пришлось проявить свою импульсивность в самом явном виде, для того, чтобы немножко повернуть Сашину настроение и подготовить его морально к следующему дню, когда должен был состояться экзамен. Я сказал, что с таким результатом бессмысленно завтра идти на экзамен. И, в общем-то, вся наша работа за последние несколько лет идет просто на смарку. Сильно пришлось повысить голос, но, опять же, я понимал, что у нас Саша это поддействует. Ну и результат был, в общем-то, известен. Я был рад уехать. Почему? Хотел самостоятельность, жить один. Как тебя встретила Великобритания? Скажем так, не так плавно, как я ожидал. Почему? Так не странно, знаешь, я уезжаю из России, думал, что я покидаю страну, где не любят евреев. А оказалось, что евреев все-таки нигде не любят. Поподробнее. Один англичанин сказал мне не очень приятную фразу на базе того, что я еврей. Я не знаю, если это было в шутку или нет, но звучало это не очень в шутку. И у нас произошел такой агрессивный конфликт. Ты подрался? Ну, да. Тебя не хотели исключить? Мне там сделали всякие предупреждения, но да, было не очень. Я никогда не настаивал на том, чтобы мои дети выбирали какую-то конкретную религию. Я всегда хотел, чтобы это был их собственный выбор. И сейчас, я считаю, если для Александра это близко, я рад. Я искренне считаю, что иудаизм не как ритуалы, а как философия содержит очень много глубокой мудрости. У меня это просто мой менталитет, мои взгляды на жизнь. Я не суперрелигиозный человек. Я соблюдаю какую-то базу в виде десяти заповедей и все. Мне кажется, что это очень эффективный способ мировоззренческий построения и достижения своих целей, скажем так. Вот. Если это ему поможет, я буду рад за него. У нас какого-то семейного отношения четкого такого никогда не было. Знаешь какой-нибудь еврейский анекдот? Может, тебе папа когда-нибудь рассказывал? Я знаю смешную настоящую историю про евреев. Ну-ка, в студию. В студию? Давай. Но вообще я не могу утверждать о достоверности этой всей истории, так как меня там не было, и никого, кого я знаю, там тоже не было, но это... Настоящая еврейская история начинается именно так. Давай. Нет, ну просто эту историю рассказывал один пилот российского аэрофлота. И, значит, история происходила в Германии, по-моему, в аэропорте Берлина. Три самолета заходят на посадку. Это немецкая Люфтганза, наш аэрофлот и английский Бритиш. Ну, русский рейс опоздал сильно, и пилот, игнорируя полностью, что там ему кричит диспетчер, заходит на посадку первым. Немцы, естественно, начинают ругаться. Ну, как так? Мы в своей стране не можем первыми сесть. Русские совсем охренели, опаздывают, и еще первые садятся. На что ему русский пилот говорит? Это за то, что вы войну проиграли. Разозленный немец говорит, ну, слава богу, хотя бы жидов в небе нет. Проходит еще какое-то время, и уже время вылетать. Опять сидят немцы, и тут немцев обгоняет английский Бритиш Эрвейс самолет, и взлетает первым. Хотя немцы стояли первой очереди. Немец, естественно, опять ругается. Говорит, ну, как так? Сесть нам не дают русские, взлететь нам не дают англичане. Что вообще происходит? Привет. Пилот Бритиш Эрвейс говорит по радиосвязи. Вы передайте этим немцам, если они еще раз что-то про жидов ляпнут, мы с Фимой им покажем от имени всего еврейского народа. Расскажу анекдот один, который я часто рассказываю своим коллегам. Ну, в какой-то момент времени Бог решил наказать людей за все их грехи, ну, потому что они очень много совершали плохих поступков, так сказать, воровали, убивали, нарушали заповеди, короче говоря, и решил устроить всемирный поток. Значит, он вызывает к себе Папу Римского, там, Верховного Муфтия и главного раввина. И говорит, ну, вот, значит, так сказать, поскольку ваши прихожане все совершали такие ужасные поступки, я решил, так сказать, все-таки в конечном итоге наказать человечество и, вот, устроить всемирный потоп, и, в общем, человечество исчезнет из лица земли. Вот. Ну, я вам даю несколько дней, чтобы вы вернулись к своей пастве и подготовили их, ну, вообще, к тому, что это произойдет. Папа Римский возвращается к себе там в Рим, там, собирает конклав и говорит, вот такая история, значит. Хорошая новость в том, что Бог есть, мы его верили всегда, потому что он есть. Это оказалось так, так сказать, правдой. Но, тем не менее, мы много грешили, и поэтому, значит, вот Бог нас решил, тем не менее, так сказать, значит, стереть человечество из лица земли, будет всемирный потоп, и надо идти к нашим прихожанам, они должны одеться в белой одежде, молиться и готовиться к переходу, так сказать, в Беной мир. И там будет страшный суд, и там все, как написано в книжке. Вот. Ну, Муфти возвращается в Мекку, и то же самое говорит своим прихожанам, что надо готовиться, так сказать, надо молиться, надо заканчивать земные дела. Вот. Верховный Равин возвращается, так сказать, к евреям и говорит, у нас есть три дня, чтобы научиться жить под водой. А у тебя есть друзья, у которых родители тоже входят в список Forbes, или тоже очень обеспечены, и дружишь ли ты с такими ребятами? Ну, ты знаешь, что-то в основном нет. То есть, ну, как бы, я, безусловно, знаком со многими, там, детьми, членом списка Forbes, вот, но я не могу сказать, что я с ними близко общаюсь. Это совершенно не какое-то мое окружение. То есть, мое, на самом деле, окружение – это такие, в принципе, простые ребята. У меня есть, там, один друг, у которого отец в списке Forbes – это вот Паша Тинькофф. Он отличается тоже от остальных, и я его очень уважаю за это, потому что это действительно редко встречается. На Forbes-клубе, когда выступал Олег Тинькофф, он рассказывал, что как раз его сын, которому, как я понимаю, Олег Юрьевич давал деньги, он тебя поддерживал, его сын, до стипендии, для чего ты еще, то есть, он говорит, вот там. Было дело. С инферидом научиться у моего деньги занимаешься. Ну, да, я пару раз у него там занимал, да, деньги. А почему? У тебя не хватало? Да, не хватало, у меня не было. Я помню, когда Паша, мой брат, хорошо с ним дружат, и когда им, наверное, лет было по 14-15, они приезжали в Лондон, но Паша как бы со мной жил, и я помню этот момент, и я реально, ну, и он с Сашей встречался, я им давала деньги в кинотеатр ходить, на такси, то есть, у них реально, ну, у него реально, папа ему не давал, и я платила там за их кинотеатр, я давала там 40 фунтов в кинотеатр, там, Uber заказывала им, то есть. Я же его просто знаю, когда он был... Толстенький. Да. Толстенький и маленький, а сейчас он такой вообще такой... В костюме. Он ко мне подошел такой, Даш, я прям даже сначала не узнала его. Саша жил и учился в Англии 5 лет, и параллелен с учебой начал заниматься бизнесом в России. Самый первый, не считая, конечно, продажи алкоголя в школе, это букинг агентства Артистбанк. Мы начали зарабатывать на частных мероприятиях, дни рождения моих каких-то знакомых, или там свадьбы. Потом мы уже начали зарабатывать на корпоративной истории, то есть, там, выигрывать тендеры, делать корпоративы. А вы это кто? Нас трое, на самом деле, то есть, это я, диджей Смэш и Павел Бельнец. У нас есть небольшая концертная компания, это Артистбанк, мы занимаемся организацией концертов. А кого организовываете, каких артистов? Ну, до этого мы организовывали, получается, Ева Саймонс, потом делали Пол Ван Дайк, несколько раз делали еще российских артистов. Ваши клиенты в этом букинг-бизнесе, это богатые молодые люди, какие-то твои знакомые? Да, именно как раз это вот именно золотая молодежь, о которой я говорил. Так как я с ними учился, и так как многих я знал лично, мне было очень легко с ними договориться о том, чтобы мероприятие организовывал я. Золотая молодежь, она очень любила, знаешь, посоревноваться, кто круче отметит 18-летие, кто там круче позовет артиста. То есть, вот эти вот понты, это превратились в своего рода какую-то, какую-то как гонку, что ли, да, вот у кого будет круче. А я просто с этого зарабатывал, как бы. Расскажи, да, про понты, расскажи про понты, какие это были понты, то есть. Какая вечеринка, а потом какая была круче, сколько это стоило, сколько на это тратили. Ну, смотри, как бы крутость вечеринки, она зависела от... Она зависела от артиста, да, то есть какого артиста, кто себе может позволить позвать. от алкоголя, который они там могут заказать, от количества гостей, от места, где проводилось мероприятие. Факторов было на самом деле много. Какую самую крутую вечеринку с самым дорогим артистом ты организовал в подростковом возрасте? Самую крутую вечеринку? Ну, вот с Blackstar, наверное. Расскажи, как ты относишься вообще к российскому шоу-бизнесу и хочешь продолжить развиваться в этом направлении в нашей стране? Ну, слушай, какое-то развитие я на него смотрю так, снисходительно на самом деле, потому что с истечением времени я понял, что вот этот вот booking-бизнес, он очень-очень грязный. То есть много операций с наличными, много... Вообще много очень такой... Нечистоплотности, скажем, непрозрачности. И вот мне от этого некомфортно. Я все-таки люблю бизнес, который немного более прозрачный. Ты хочешь от этого уйти или пускай будет компания? Ну, слушай, она какие-то деньги приносит. Вот, и я считаю, что нет смысла куда-то от нее полностью уходить. Вот, она там генерит какой-то доход и пусть генерит. Раньше было больше? Да, кстати, сейчас рынок все-таки на спаде, потому что у людей меньше денег. Я читал комментарии с прошлого интервью, и вот все люди, знаешь, задавали такой вопрос, вот, откуда у тебя деньги? Вот, 18 лет, тогда откуда деньги на кальянный бизнес? Но деньги на кальянный бизнес, как раз вот первые такие серьезные деньги я заработал вот именно с Артистбанком, тем, что делал вечеринки для вот золотой молодежи. Саша, у нас под первым твоим интервью много комментариев, что крутого в том, что он курит и почему он занимается кальянами. Ты когда это начал все делать? Слушай, ну, на самом деле, я как раз тебя привел в место, где я первый раз покурил. Мы с ребятами сюда убегали, подальше от родителей, вот. И, ну, у кого-то находились какие-то сигареты, ну, естественно, мы курили. Это было наше такое местечко. Сколько лет тебе было? Слушай, мне было где-то, где-то 13, наверное, я первый раз попробовал. Сегодня мы приехали в ресторан «Сиксти», где у меня стоит аутсорсинг паровых коктейлей. Компания называется «Айфэф Хука», и я в ней занимаюсь развитием и маркетингом. В это входят переговоры с рестораторами, нахожу новые точки, собираю деньги на инвестиции. По сути, выходных у меня нету. Так же, как у рестораторов, я приезжаю на все точки ежедневно и стараюсь всем уследить. Ну, начали обсуждать мы вообще это где-то год назад. Мне было, следовательно, 22, Саше 17. У нас была идея создать винный бар в Москве, но идея все затягивалась, и неожиданно появилась такая возможность сделать аутсорсинг в ресторане «Сиксти». Ну, мы решили попробовать сделать некую пробу пера совместного проекта, и, мне кажется, это получилось. Нас свел Миша вместе, когда мы решили создать общее предприятие на одной из таких уставных встреч, мы настолько серьезно все обсуждали, что Саша немножко уснул. В этом проекте это наши все личные деньги, и мы не находили инвестора, мы просто решили попробовать. А сколько стоят у вас кальяны, паровые коктейли? В «Сиксти» вилка от 1850 рублей до 8000 рублей. Это пока. Сейчас мы планируем новое меню, и там будет несколько позиций, которые доходят до 15000 рублей. За что? Просто за что платит клиент, когда за паровой коктейль один платит 15000 рублей? 15000 рублей человек платит за эмоции, потому что в кальян мы вкладываем больше, чем просто вкус. Помимо того, что это, безусловно, вкусный кальян, это еще и визуальная презентация, ну, как бы эстетическая, вот, это какой-то рассказ про этот кальян. Основные деньги, они вложены скорее в сервис и вот в подачу. Это зачастую воспоминания. То есть, когда ты выносишь кальян, например, с тропическим вкусом, да, ты рассказываешь гостям, как я ощущала себя, допустим, в прошлом году на Мальдивах. И таких ассоциаций очень много. Место уже себя окупило, и оно приносит хорошую прибыль. А у нас уже есть более демократичная позиция. Это тетя Мотя в парке Горького. Мы с партнерами называем это кальянным фастфудом, где выручка непосредственно берется от количества, то есть от объема. Все эти бизнесы, насколько я понимаю, они вполне перспективны с точки зрения того, чтобы получить первоначальный опыт и по возможности накопить какой-то первоначальный капитал. Я не думаю, что ни один из этих бизнесов является долгосрочным таким, ну что ли, трендом, если он действительно собирается делать серьезную бизнес-карьеру. Думаю, что это все такие как бы пробные шары. Если благодаря, так сказать, этим бизнесам он приобретет опыт, умение заниматься бизнесом вообще, как бы основные принципы какие-то, заработает какие-то деньги, которые позволят ему почувствовать себя самостоятельным, независимым человеком и к тому же скопит какой-то капитал для потенциальных инвестиций в новые свои бизнесы. Думаю, что это вот в этом случае можно будет считать что-то огромный успех. Сегодня мы будем курить мой домашний кальян. Я надеюсь, что Ярослав и команда Forbes сможет его заценить. Это колечки пускать можешь? Конечно, могу, давай выпускаем колечки. Рубрика «Пускаем колечки». В журналистике ты никогда не знаешь, что тебе пригодится. Что-то славяк. В Саше есть какие-то черты мечтателя. Скажем так, Саша периодически моментом напоминает мне Гэтсби, который верит в «Зеленый огонек». Но в то же время Саша умеет добиваться своего. И если Саша пришла в голову какая-то идея, то его не остановит ничего. То есть он будет четко идти к своей цели. И пока он не достигнет этого, то он не остановится и не сдастся. Я считаю это очень сильным качеством, которым немногие обладают. Саша мне просто постоянно говорит, что Паша, ты всегда ссешь. Что ты ссешь? Давай вот что-то вот это делать. Я говорю, Саша, это не надо делать. Это нельзя делать. Он говорит, да что ты ссешь? Ну давай сделаем. Я говорю, нет, Саша, не надо. Мне понравился Саша амбициозностью. Тем, что он очень многими вещами интересуется. Мне как бы своих главных интересов. Например, он мне рассказывал там про джаз, про историю. Он знает любую джаз-песню, которая играет на радио. Мне очень понравилось. И показалось, что у нас похожий интерес в этом смысле. Саша — это динамит. Динамики в нем больше, чем в ком-либо из нас. И я искренне считаю, что вот эта его искренняя эмоциональность, его порывы, динамика, двигаться, не останавливаться, делать что-то новое, 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 она нас стимулирует двигаться в тех темпах, в которых мы сейчас двигаемся. Сильные качества Саши — это, на мой взгляд, прежде всего умение общаться с людьми, что очень важно. Умение общаться правильно, вежливо. Ну и, конечно, принимать взвешенные, логические решения, что тоже очень важно в бизнесе для предпринимателей. Есть такое мнение, что ты занимаешься правыми коктейлями, это немного мелко для тебя. Тебе не предлагал отец устроиться в какую-нибудь его компанию? Нет, мне отец такого не предлагал, но даже если бы предложил, я бы не согласился. Почему? По низким причинам. На самом деле, мне самому не нравится на кого-то работать. У меня проблемы с субординациями, я совершенно не умею, знаешь, слушаться кого-то, особенно если я не согласен с каким-то решением. Я не умею взять свое мнение, куда-то подальше затолкнуть. Ну, не знаю, просто такого не получается. В России такая, скорее всего, корпоративная этика, что нужно слушаться своего начальника. И абсолютно бесспорно и бесповоротно. Это во-первых. А во-вторых, я просто не хочу работать в структуре отца, потому что, ну, у меня свои какие-то интересы, и я бы не хотел, чтобы на меня, знаешь, как-то косо смотрели. Вот, я как бы хочу сам чего-то попробовать сделать, вот, и без какой-то вовлеченности отца. У тебя есть какие-то ролевые модели бизнесменов, которым ты подражаешь? Да, конечно, есть. Ну, безусловно, отец один из них. То есть я много на него смотрю, на какие-то его там действия и решения, и стараюсь с ним как-то учиться. Помимо отца, да, вот, например, я очень уважаю Олега Юрьевича Синькова. Его деятельность в виде там развития очень такого разного бизнеса, той величины, до которой он их развил, я считаю, что это заслуживает уважения, и именно навык продать эти бизнесы, когда они были на пике, это тоже, безусловно, такой предпринимательский талант. Ну, и зарубежных миллиардеров, да, мне очень нравятся американские инвесторы, то есть там Карл Айкон или Уоррен Баффет. Уоррена Баффета я очень уважаю еще и с личной стороны, как бы, да, то есть в плане личной жизни, что он, будучи таким состоятельным человеком, там, пожертвовал больше 30 миллиардов долларов на благотворительность, да, и то, что он не швыряется деньгами, а живет очень скромно в таком совершенно небольшом доме. Но я считаю, что это заслуживает уважения. А ты бы по какому пути хотел пойти, там, путь твоего отца, путь Олега Тинькова или Уоррена Баффета? Слушай, ну, это такой сложный вопрос. Я считаю, что у каждого знаешь какой-то свой путь. Я скажу, что мне, как отцу, нравится заниматься несколькими вещами. И я для себя понял, что мне в жизни обязательно нужно иметь какой-то, там, и пассивный, и активный доход. То есть исключительно засунуть, там, куда-то деньги, подождать, а потом вынуть, там, в полтора раза больше, там, да, допустим, ну, нет, не совсем интересно. Я вот хочу, чтобы я видел, что я делаю, чтобы, ну, как бы, ну, были видны плоды, да, какого-то моего труда. Я вот хочу, как бы, четко понимать какую-то свою роль в определенном проекте, да. То есть не быть в тени, а именно, вот, быть, как бы, на фронте. А инвестиции тебя привлекают, как бизнес? Ты сказал про Уоррена Баффета. Тебе нравится такой подход? Да, мне интересно. Я вообще интересуюсь, как бы, финансами. Я с маленького возраста как-то внезапно в них заинтересовался после просмотра фильма «Волл-стрит», да, то есть старого это с Дугласом. Да, не «Волл-стрит», вот этот имидж Егордона Гека, я прям, у него когда был маленький, прям влюбился, вот. И поэтому, да. Что тебя в этом заводит, привлекает? Не знаю, мне кажется, что это было так очень, очень динамично, очень интересно, что вот он мог просто из воздуха, знаешь, сидя в кабинете, ничего там не производя, ничего не делая, как-то делать деньги. Да, то есть, ну, то есть, изначально, наверное, это же всех как-то в той или иной степени поражает, да, что вот там человек просто сидит, как бы читает что-то, куда-то вкладывает деньги, а потом вынимает больше. Ну, то есть, в принципе, как концепция, понимаешь, да, для, там, не знаю, 12-летнего парня, это прям вау, что это, как это. Ну, собственно, я начал про это много читать, вот, прошел даже какие-то онлайн-курсы, то есть, там, по-моему, Wall Street Journal предлагал какие-то онлайн-курсы по акциям и облигациям, вот, и я, собственно, прошел. Потом уже начал читать, там, про финн-деривативы всякие, вот, уже более глубоко интересоваться. Потом начал уже сам инвестировать свои какие-то средства. Во что ты вкладываешь? Какие это суммы, кстати? У меня диверсифицированный портфель, на самом деле, у меня там ни облигации, ни акции, то есть, акции у меня, скорее, таких западных имитентов, то есть, я не очень верю в российский фондовый рынок. Он более рискованный и более, ну, точнее, менее ликвидный. Вот, то есть, меня интересует высокая ликвидность, чтобы для меня это, скорее, был эквивалент кэша какого-то. Ты в долгу играешь вот в этом случае? А, когда как. Все зависит от имитента. Иногда долго, иногда это спекуляция. Ну, безусловно, я в портфеле оставляю какой-то кэш для каких-то спекуляций. Ты любишь риск? Ну, любить риск – это такое очень странное заявление. Скорее, я осознаю, что в виде своего возраста 18 лет я пока могу себе позволить порисковать. Тебе пора купить какой-нибудь кайен приличный. Чего-нибудь. Бентли, Бентайгу, столько машин хороших. Ну, каких-то этих подручных средствах есть очень несерьезных. Как ты проводишь свободное время? Что ты любишь делать? Я вообще человек настроения в этом плане. То есть могу сходить в кино с сестрой. Не знаю, могу просто прийти домой, налить себе там стаканчик биски, включить проигрыватель. У меня виниловый проигрыватель. Я очень… Я вообще меломан. Очень люблю слушать всякую разную музыку. Вот там джаза 30-х до там рэпа начала 2000-х. А исполнители есть любимые среди них? Исполнители? Ну, дай мне стиль какой-нибудь в музыке. Джаз? Джаз? Да. Ну, джаз вот мне нравится Hot Fives, Hot Sevens, Луи Амстронга. Вот такой импровизационный джаз. Мне, например, нравится очень Синатра. Некоторые люди его относят к джазу. Но это такой, знаешь, поп-джаз. А из популярной музыки сейчас современной тебе что-нибудь нравится? Современной? Ты знаешь, нет, не особо. То есть ты не подвержен трендам? Мамбл-рэп тебе не нравится? Нет, мамбл-рэп мне точно не нравится. А какой тебе нравится рэп? Я вообще не понимаю, что они там говорят в этом мамбл-рэпе. А какой тебе нравится рэп? Что ты слушаешь? Мне нравится олдскульный рэп. Я раньше фанател от 50 цента, который всегда ходил в цепочке New York Yankees. И вот у меня такая же. Может, ты примеришь? Ты хочешь, чтобы я примерил? Ладно. Только ради Forbes. Йоу, мэн! А книги какие считаешь? Что предпочитаешь? Кстати, на английском или на русском, не знаю. Ну, я читаю то и другое. И читаю тоже очень такое разное. То есть я, например, люблю нон-фикшн читать, там, про финансы, всякие книги. То есть это Насим Талеб, вот, там, Бенджамин Грэхам. Вот такие вот. Ну, вот из русской классики я люблю Чехова, скорее. Вот эти рассказы смешные. Когда был маленький, я еще читал Гоголя. В общем, боялся всяких. Ну, да, Вия. Две полки. Кажется, они буквально валятся от книг. Саша, что это за литература? Ну, это то, что я читал в детстве. Вот. Я очень любил разную всякую литературу. То есть вот тут у меня английская литература, тут вот на русском. Покажи несколько любимых книг, которые здесь есть. Несколько любимых книг. Вот мне очень нравилась вот эта вот серия Брэндон Мул. Это серия, по-моему, из пяти или шести книг. И она про мистических таких существах. Вот. Что-то наподобие Нарни, наверное. Я не буду сильно спойлерить. Мало ли кто захочет почитать. Это Марк Твен. Я очень любил. Принц Нищий. Вот. Это один из моих любимых рассказов. Компьютер. Ты играешь в компьютер? Ну, я раньше играл. Во что любил поиграть? Сталкера. Обожаю Сталкера. Очень любил поиграть там. Всякие Тин Чернобыля, Чистая Нево, Зо в Припяти. Все это прошел. Я очень люблю советские фильмы. Ну, я пересмотрел всю советскую классику комедийную. Вот. И обожаю Гайдая. И там, да, для меня это прям вот такие фильмы моего детства. Вот. У меня все одноклассники смотрели, знаешь, какие-то эти уродливые американские мультики. Вот с этими непонятными рожами. А я смотрел советские фильмы. Это тебя бабушка приучила? Да, да, да. Это я сидел там с девушкой и с бабушкой. И вот они мне любили все такое показывать. А сейчас что-нибудь пересматриваешь из этого? Ой, слушай, я их вообще могу по сто раз пересматривать. Советские фильмы. А что-то современное, там, YouTube-шоу какие-нибудь, может быть, смотришь? Да, я смотрю, я смотрю. Я смотрю много очень интервью, на самом деле. То есть я люблю вот этот вот формат. И я вот смотрю там и осторожно Собчак, и Вдуть. Вот, да, то есть. Телеграм-канал, какие читаешь? Телеграм-канал, я читаю Футяр от Виолончели, читаю Лену Миро. А сериал у тебя есть любимые, там, популярные Игры Престолов, что-нибудь другое? Да, есть. Ну, вот Игру Престолов я, кстати, не смотрю. А что смотришь? Я смотрю такие, знаешь, более схожие с жизнью сериалы. Карточный домик, или Миллиарды, или, там, Сюц, да, или, ну, вот, Родину тоже смотрел. А все на английском исключительно смотришь, на языке оригинала? Да, да, в основном я смотрю английский сериал. Ну, слушай, у нас в Англии как бы Netflix, взял, зашел, смотрел сериал. Просто в России это не развито, все предпочитают пиратство, к сожалению. Нет, ну, я, кстати, знаю, что Netflix в России есть. Ну, он есть, да, но все равно у нас сериалы любят смотреть пиратским образом через какие-нибудь непонятные сайты. Сейчас еще ТНТ премьеры тоже есть, да? Ты веришь вообще в эту модель? Подписку, то, что она будет работать? Где, в России? Да, 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 в России. Нет. Почему? У нас все не любят платить деньги. За какие-то такие услуги, которые можно получить бесплатно. Логика россиянина – это если можно что-то получить бесплатно, зачем за это платить? Русскому человеку это сложно очень объяснить. Зачем платить за что-то, что я могу вот посмотреть бесплатно? А почему англичанину это можно объяснить? Почему американцу это можно объяснить? Потому что те деньги, которые получает американец или англичанин, в сравнении с тем, что он платит за этот сервис, это настолько копейки, что он даже не будет задаваться вопросом или тратой времени найти этот фильм бесплатно. Американцы и англичане понимают, что тут не только их интересы вовлечены в это все. Естественно, это интересы, как и компания, которая снимала этот фильм, получить за него какие-то деньги, интересы сервиса, которые это все предоставляет. У нас просто многие, мне кажется, не понимают, что если ты заплатишь за фильм, значит потом снимут еще один фильм, еще лучше, как-то так, надо получить это бесплатно. Это же очень логично. Наше общество очень считает деньги, вообще, и я не могу его назвать богатым, скорее только наоборот. Естественно, оно более сконцентрировано на себе и сконцентрировано на каких-то своих интересах. То есть у людей банально соблюдать интересы кого-либо еще могут как-то отразиться на их собственном благосостоянии, знаешь. И, ну, конечно, если стоит такой выбор, люди делают выбор в пользу себя. Поэтому это достаточно логично. То есть чтобы это изменилось, надо, чтобы люди просто больше зарабатывали. Или, может быть, чтобы были жесткие ограничения, жесткие законы. Не только, чтобы больше зарабатывали, еще люди должны как-то, наше общество должно как-то выйти из такого фокуса на себе, знаешь. Продолжать образование Саша планирует в Нью-Йорке, в школе бизнеса Штерна. И у этой школы тоже очень высокие рейтинги. Здесь когда-то учились руководители крупных компаний, предприниматели, миллиардеры. Важно, это же не само конкретное образование. Важно умение учиться. Понимаете, учиться, это же определенный навык человеческий. Так же, как, я не знаю, как любой другой. Кроме всего прочего, конечно, хорошее образование, это определенная среда. Это умные, интересные, яркие люди, как правило. Бизнес-школа. Она научит тебя предпринимательству по-настоящему? Ну, нет, фундаментальным знанием каким-то научит. А этому можно учиться вообще? Фундаментальным знанием, да, конечно. Предпринимательству? Нет, нельзя. Я считаю, что это либо... Я поэтому не верю во всякие, знаешь, там, бизнес-молодость или, там, трансформаторы. То есть я в это все не верю, потому что я считаю, что предпринимательству научиться нельзя. Я считаю, что если у тебя есть какие-то способности, да, какие-то определенные навыки, с которыми ты родился, характерные навыки, например, да, тогда, там, в случае какого-то толчка или, там, в случае приобретения каких-то фундаментальных знаний, есть вероятность того, что у тебя получится какой-то бизнес. Но если у тебя отсутствуют, там, нужные характерные, там, позиции, то вероятность того, что у тебя что-то получится при каком-то толчке, она сильно снижается. Поэтому я считаю, что, вот, все вот эти бизнес-блогеры пропагандируют, там, заниматься своим делом, да, и я считаю, что, безусловно, кому-то это меняет жизнь, но в большинстве случаев это, скорее, портит жизнь и усложняет ее какими-то, знаешь, материальными препятствиями в будущем, после того, как это все разваливается на глазах у человека, вот, из-за того, что, там, у него не хватает, там, того или иного какого-то навыка или качества, вот, ну, или банально просто стресс, с которым он не может справиться. Ты хейтишь бизнес-блогеров? Нет, я их не хейчу, я просто, я просто считаю, что они больше вреда наносят обществу, чем благо. Я считаю, что стимулировать предпринимательство должно государство, а не какие-то, там, компании. Я считаю, что государство должно, да, создавать хорошую атмосферу предпринимательскую, и тогда она будет стимулироваться. Это не должно быть просто какая-то стимуляция, там, в плане показывать какие-то дорогие машины и говорить, вот это вот все можете заработать вы, если вы начнете заниматься бизнесом. Вот так вот не должно быть. Должна быть адекватная правовая система, которая может защитить предпринимателей, как интеллектуальную, так и физическую собственность. Вот, это должно быть отсутствие коррупции. Ну, или не отсутствие, а хотя бы, там, не такое широкое присутствие, да, то есть не на каждом уровне. А в Америке и в Англии коррупции нет? Нет, конечно, есть. Коррупция есть везде. Просто все имеет значение количество, на каком оно уровне. А жизнь за границей вообще, она лучше, чем в России, как тебе кажется? Ну, это очень субъективно, во-первых, а во-вторых, это, значит, такая монета, ну, палка о двух концах. Ну, бизнес ты тут, тем не менее, ведешь. Почему? Низкий стартовый капитал, дешево. Ты видел выступление своего отца на форс-клубе по поводу денег тебе и другим детям? Да, видел. Ты знаешь, что ты не получишь наследство? Да, знаю, знаю. И как ты отреагировал? Какой-то разговор у вас был с ним серьезный? Да никак. Ну, нет, честно, никак. Ну, то есть у нас никогда не было разговора никакого про то, что они у меня будут или не будут. То есть не было такого, что он вот сказал, сын, садись, мне нужно с тобой поговорить. Очень серьезно. Ты останешься без бабла. Нет, такого не было. Почему ты так спокойно об этом говоришь? Ты вообще, ты думаешь, ты всего сам добьешься, таких же масштабов сам? Ну, да. Ну, нет, да почему? Скажем так, я уверен в своих силах добиться тех масштабов, которыми я лично буду доволен. У меня нету каких-то запросов жить в дворце, кататься на Роллс-Ройсе и так далее. У меня, не знаю, нет таких материальных нужд, которых мне прямо очень-очень прилегает. Мне придется добиваться на хорошую себе жизнь. Такое отсутствие интереса к деньгам вполне естественно в таком юном возрасте. Поэтому, во-первых, нужно, конечно, что называется, не баловать этим, чтобы они знали цену деньгам, насколько это возможно. Они и так отчасти, я бы сказал, в сложной ситуации, потому что, живя в доме обеспеченных родителей, они, безусловно, видят, что много красивых вещей, хороший дом, как правило, красивые отдыхи в таких очень комфортабельных условиях. И так далее. Это все уже, так сказать, ослабляет какой-то такой драйв, так сказать. Но, тем не менее, мне кажется, что можно поддержать интерес, вот, так сказать, то, что я пытался всегда сделать. Раз. Ну, кроме всего прочего, помимо такого, как бы, стимулирования, построения такого интереса к способу получения этих денег, так сказать, я бы сказал, еще важны ценности. Потому что мне кажется, что очень важно, чтобы в семье было абсолютно четкое понимание того, что работать, зарабатывать, обеспечивать самого себя, быть самодостаточным, это важнейшая человеческая ценность. Я всегда был фанатом, знаешь, машинок всяких, вот, и мы тоже поехали с друзьями, у них был, ну, есть сын, он у меня старше на 12 лет, вот, ему было тогда 16, и вот он взял на прокат вот такую вот машинку, я ее просто обожал, я тут не вылезал. У тебя вообще есть машина? Нет, у меня пока нет машины, более того, у меня даже прав нет. А расскажи какие-нибудь три главных правила воспитания от Михаила Фридмана, что он тебе дал, какие-то основные тезисы? Была история, когда я был маленький, я очень хотел удивить отца, вот, и, значит, нашел в интернете какую-то поэму, вот, ну, отослал ему и сказал, что я написал сам. Ну, папа, естественно, раскусил, что нифига я сам не написал, вот, и то, что я ему соврал. Ну, и когда он раскусил, перед тем, как выдать мне наказание в виде выучивания, там, я не знаю, несколько десятков стихов, он мне сказал такую фразу и сказал, значит, если врешь, то хотя бы не попадайся. Ну, вот, ну, вот это вот было, да, одно из таких, одно из таких запоминающихся его фраз для меня. Помимо этого, как бы, отец всегда очень хотел, чтобы я уважительно относился к любому персоналу, то есть у нас, ну, в детстве, как бы, там работали горничные и так далее, и вот отец всегда очень настаивал, чтобы я с ними всегда, ну, как бы, вежливо и уважительно общался, вот, что, ну, как бы, в принципе, наверное, одно из больших таких отличий меня из золотой молодежи, потому что, вот, я по личному опыту вижу, что у многих это совершенно не так. Отец вообще меня учил очень отвечать за свои слова, то есть за то, что я говорю, нести какую-то ответственность. Я один раз, я помню, поспорил на айфон, я тогда еще никак не зарабатывал, денег на айфон у меня не было, и я, ну, как бы, пришел, естественно, к папе, говорю, пап, вот такая вот ситуация, я вот проспорил айфон, ну, типа, что делать? Он мне сказал, ну, давай я сейчас куплю айфон, вот, ну, ты должен будешь, там, выучить, там, порядка, там, семидесяти стихов. Папа действительно купил, купил айфон, и потом я каждый день учил по новому стиху, издавал его, зато, ну, вот, это был такой урок, да, вот, отвечать за свои слова. Есть такая книга, бестселлер Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа», она как раз про плюсы и минусы воспитания в богатой семье и в бедной семье. Расскажи, на твой взгляд, какие главные плюсы воспитания в богатой семье? Плюсов настолько много, то есть это банально от лучшего качества еды, да, до, там, я не знаю, каких-то возможностей трудоустройства и, там, просто, в принципе, свободы своих действий. Ну, то есть плюсов действительно очень много. Лучше говорить про минусы и про ярко выраженные минусы в России, потому что нужно понимать, что богатый папа, бедный папа, а в каждой стране это все по-разному, вот. А в чем разница в России и, там, ты в Англии был? Ну, в России у нас нету культуры, у нас нету культуры богатства. У нас в России исключительно новые деньги, у нас нету вот такого, как в Англии, где поколениями передавалось, там, состояние, выращивались наследники и так далее. У нас этого всего нету, и у нас нету культуры траты этих денег. Можно заехать в какой-нибудь дорогой район Рублевки, я не знаю, посмотреть на эти дома в стиле барокко, ну, или, как утверждают их хозяева, что они в стиле барокко, вот. И понять просто, что у нас отсутствует какой-то вкус и отсутствует, знаешь, культура просто трата этих денег. Хочешь сказать, что в России, поскольку это новые деньги, нет еще там традиции, они развращают в первую очередь? Ну, да, безусловно. Какая она, прекрасная Россия будущего, в которой ты хочешь жить? Ну, она другая, другая во многом. Более открытая, более современная, более равная. Чего ты хочешь дальше? Чего ты хочешь от своей жизни? Кем ты хочешь стать в будущем? В будущем? Это такой вопрос, не знаю, как получится. Миллиардером? Ну, если получится. Космонавтом, может быть, кто-то еще? Нет, нет, нет. То есть это бизнес, попадание в список Форбс? Ну, нет, не обязательно. Ну, типа, мне не обязательно попадать в список Форбс, чтобы быть счастливым. Ты хочешь переплюнуть своего отца? В плане денег? Да. Ну, мне это как-то, не знаю, мне это не принесет никакого счастья. А ты думаешь, это возможно вообще? Теоретически, это все возможно. Дети, это тому, чему я уделял, может быть, не до конца много времени, сколько нужно было бы, к сожалению. И, наверное, у меня есть разные оправдания, конечно, для себя, что я был занят работой и так далее. Но, тем не менее, я чувствую, что в этом отношении я, наверное, все-таки не доработал. Надеюсь, что, тем не менее, они вырастут нормальными, порядочными, сильными и успешными людьми. Очень надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok